Сочинение по картине мальчишки Фёдора Решетникова. Фёдор Павлович Решетников известный советский художник, один из самых ярких представителей социалистического реализма. Из-под его руки выходили картины с привычными каждому сюжетами и персонажами, приземистые, реалистичные, обыденные. Главные герои – мальчишки и девчонки, занятые своими ежедневными приключениями и трудностями. К непосредственной простоте детства художник пришел еще в годы войны, наблюдая за игрой детей во дворе, разделивших между собой роли фашистов и солдат Красной Армии. После этого в галерее художника появились такие известные полотна, как «Опять двойка», «Приехал на каникулы» и другие. Написанная в 1971 году картина «Мальчишки» повествует об истории трех мальчиков, забравшихся ночью на крышу и наблюдающих за звездным небом. Главные герои располагаются в центре изображения единой группой, но жесты и мимика каждого из них различаются и имеют свой характер. Самый ближний к зрителю мальчик увлеченным смотрит на небо, внимая словам своего друга. Тот, высоко задрав руку к звездам, что-то показывает своим товарищам. Третий мальчик, облокотившийся парапет, задумчиво смотрит в сторону, объятый своими собственными мыслями. На фоне картины художник изобразил спокойный погрузившийся в свои дела город. В каких-то окнах еще горит свет, но основная часть домов сливается с вечерними сумерками, будто невидимая для трех героев. Глядя на мальчишек, зритель пропитывается тем детским восторгом и духом авантюризма. Где-то там расстилается бесконечность космоса и десятки неизведанных планет, на которые не ступала нога человека. Точное изображение вовлеченности в происходящее передается сквозь полотно, окутывает и зачаровывает. В своих героях Решетников изобразил всех тех мальчишек, мечтавших о покорении космоса и становлении космонавтами. Несколькими мазками он возвращает зрителя в то время, пробуждая теплое чувство ностальгии по детству. Ведь в каждом ребенке когда-то жил такой же мечтатель. Как вы думаете, на что указывает мальчик в белой рубашке? Ответы оставляйте в комментариях. И не забывайте подписываться на канал Классное Чтение.